МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадую компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Моцный ветер и снег. За несприяльного надворья у регионе без электричности засталися 600 населенных пунктов. Работа со зворотами и утягнение у господарча оборот невыкорыстовываемых землях. Головное управление землеупорядкованья Гомельского облыканкама сёння подвяло выники работы за минулый год. Техничное переузбраенне. Шесть компьютерных томографа уселета усталюют у больницах Гомельской области. А зараз об гэтым и іншым больше подрабязна. Циклон Ларс покинул без электричности 2200 населенных пунктов у Беларуси. Утемлик у коля 600 у Гомельской области. Значно потерпели так само Гродинские и Брестские регионы. За моцного ветра и снегу циклон выкликау шматликия обрывы проводов. Занепокойные люди поведомляли об гэтым у социальных сетках. Так, на приклад, учора жихары Хойников чакали светло о мальдзве годины. Первое отключение произошло в районе 17 часов. И дальше с промежутком в 2 минуты в районе 20 минут отключились две оставшиеся питающие линии 110 кВт. Отключения произошли из-за падения деревьев, на которых налипал мокрый снег. И они падали на провода воздушных линий. Ну, однако, потребитель первой категории больница в Хойниках осталась работать. Запустился дизель-генератор, который там смонтирован стационарно. Значит, а полностью электроснабжение Хойник было восстановлено через час сорок. Значит, примерно 22-20, где-то около этого. У непростых умовах на дворья коля 100 аварийных бригад обновляли порушенную у населенных пунктах электричность. Для энергозабеспечения социальных объектов были заденечены резервовые крыницы. На даденный момент товарные работы завершены во всех населенных пунктах. Отключение электричности и депо усталеванному графику ремонтных работ. Утягнение у господарчей оборот земель, якие не выкористовываются. Кадровое забеспечение и работа со зворотами грамадян. Головное управление землеупродкования Гомельского облаканкама сегодня подвяло у выники работы за минулый год. Наибольший эффектив на летость спрацевали службы Жлобинского, Брагинского и Добрушского районов. Серудопошних нововведения у землеупродковальной службы работа с грамадянами про интернет. Таким чином, теперь можно отримать всю всю информацию, об земельных участках без непосредного звороту у отповедные структуры. Прытым, что выделение свободных участков для индивидуального жилевого будовництва сегодня з'является одной из головных задач службы. Серудоприоритета у таксамы застаются пытанни наведения парадку на земли. Только за минулый год на Гомельщине выявлено больше як 6 тысяч участков, які не выкористовывались в уголе, эти выкористовывались неэффективно. 86% этих земель – сельско-господарчого призначения. Постоянно работаем над темой наведения порядка на земле. В прошлом году выявлено более 30 тысяч гектаров земель, которые не использовались, либо использовались нерационально. К слову, для сравнения, это площадь двух площадей города Гомеля или 15 площадей города Мозыре. Это внушительные цифры. И из этих площадей порядка 20 тысяч гектаров. Это около 70% порядок наведен. Населенный пункт юбилейный, что в Гомельском районе заявлены на уделу республиканским конкурсе название лепшого белорусского поселка. Воголе новой выглядой опошния годы отримали многие везки и поселки, которые обрамляют областный центр. Марина Северянова с подробязностями. Приезжаем у юбилейный. Поселок конкурсант с устрекая новыми домами, просторными дворами, множеством гульновых и спортивных пляцовок. На пригород населенный пункт неподобный, больше нагадывая один из гомельских микрорайонов. Реши до областного центра отсюль рукой подать. Он очень активно застраивается. Это не то, что было 10 лет назад. Расскажите, пожалуйста, что построено? Какие перспективы здесь еще есть? Здесь я вам скажу, он уже застроен полностью жилыми домами. Здесь осталось только в перспективе детский сад. Ну, со временем мы его тоже построим. Сегодня 37 тысяч квадратных метров здесь жиля построено. 670 квартир. Видите, квартиры... Это за сколько времени? Это за пятилетку мою построили. За пятилетку. Ну, дома разные. Здесь вот этот дом последний мы ввели. Это для многодетных семей 36-ти квартирный дом. Два дома там, это арендное жилье. Два дома впереди, которые построены за счет китайских инвестиций. Социальное жилье. И плюс не только здесь жилье, здесь построены спортивные сооружения. Дальше мы там площадку посмотрим с мини-футбольным полем, с искусственной травой. Здесь в каждом дворе обустроены малые формы, тренажеры. Вот по призначе последнего дома для многодетных райисполком за счет спонсоровской помощи построены здесь вот детские такие площадки. Але сучасный выгляд мае не только юбилейный. Многие населенные пункты, які знаходятся в околу Гомеля, за опошнях, где просто расквитнели. Это Урицкая, вот юбилейный, Новая Гута. Вот такие дома прекрасные. Кстати, здесь впервые мы применили по квартирное индивидуальное тепление во всех микрорайонах, независимо от центрального тепления. То есть каждая квартира, свой газовый котелок имеется в каждой квартире. И человек пользуется им круглый год. Когда протягнуть тему плюсов автономности тепления и в уголе сказать об новинках в этом накеронке, то приклада леп, чем у поселка Большевик, не знаете. Туда мы и накерывались. Этот электродом был сдаден летать. Здесь происходит нагрев воды для системы тепления с помощью двух котлов, которые расположены в той части. Здесь вот этот котел для приготовления горячей воды. Вот эти четыре емкости для хранения. На выходе из котельницы устрекаем будущего новоселлах этого дома. Лилия 40 годов прожила в бараку, пока лего не признали непридатным. И жильцам пропоновали переехать в арендный дом. Семьи Лилии выделили трехпокаевую квартиру. Все соседи мои, соседи, всех мы знаем, которые переходят в этот дом, все довольны. Уже некоторые прямо уже сидят на чемоданах. Предвкушение. Да, да. Вот мои соседки, я знаю, что она там уже собрала всю мебель, сложили сыновья, и она уже ждет, когда получит ключи. Цены за аренду символичные. От 16 рублей за однушку до 37 за трехпокаевую квартиру. Очень большие квартиры. Вы говорите, трешка 80 квадратных метров. Я почему-то думала, что арендное жилье, оно такое компактное, малогабаритное. Я вот прям приятно удивлена. Ну, как я ранее говорил в этом доме, 50% у трехкомнатных квартир, двух вариантов, там порядка 80 квадратов, плюс-минус несколько. Вот мы находимся в одной из них. На полу ламинат тоже отечественного производства, удачной расцветки. Выполнены работы качественно. И потолочные поверхности. Все замечательно. Я так думаю, но будут какие-то вопросы, все по гарантии. Тут же у большевиков мая плануют почать будовництво еще одного электродома. А квартиры у этой новобудовли с индивидуальными двухконтурными котлами. 31-40 квартир социальные. Остатние для людей, которые имеют потребу уполяпшения жильевых умов. Такая же высотка с газовым оттеплением худко з'явится побоч. Зараз идут в торги, а у лютого начнется будовництво. Про иншие планы по развитию инфраструктуры Гомельского района, на перспективные будовничные решения, новые микрорайоны. Мы расскажем о программе «Великая будовля». Глядите на телеканале «Беларусь-Шатыр и Гомель» 31-го студия. У 19.01.45 хвилин. Марина Северьянова, Сергей Лакошук, телерадио-компания «Гомель» с Гомельского района. Гомельский городский совет депутатов проводит конкурс сирот органов территориального громадского самокирования. Сегодня комиссия совета ознайомилась с проектами, которые были реализованы в советском районе. Как местовые жахары добро упорядковывают дворовые территории, ведают наши корреспонденты. Молодежный жилый комплекс «Сонечный» побудовали крыху больше, как 30 годов тому. Прикладно, тогда тут зарабили доброупорядкованные территории. За минулый час нечто взломалось, нечто состарело морально. Сегодня архитектурная майстерня комплекса пропоновала жахарам обмерковать новый проект. В вынику его подтримки на дворовой территории з'явятся детячий городок и павильон для проведения мероприемствов. А вот суседи комплекса свой проект уже реализовали и сегодня презентовали комиссии местовым жахарам новую гульнявую пляцовку. Побудованы у темлику из-за кошт самих людей. Сначала ходили по домам, собирали, убеждали, показывали какие-то проекты, которые будут на данной территории. Жители сначала, конечно же, срабатывают процентов 10-15 до 30 в первую волну. Но когда появляется первый, второй, третий объект и понимают, что хочется еще, хочется развиваться еще, то начинают продолжать сдавать средства. Этот конкурс уже стал традиционным. Как чекается, 18 лютого городский совет подведет выники и огучит семя переможцами. Но в комитете территориального громадского самокирования Сонечный скажет, что в вынику отримания первого места на отриманные сродки закопят спортивные тренажеры, которые установят на дворовых территориях. Урештых это одночасовая пропаганда здорового ладу жития и мягчимость для детей проводить вольный час с корыстью. При этом у Сонечным подкресливают, что все сделанное было бы немогчимо без допомоги коммунальных службов. Створение для людей належных умов для отпочинку – справа огульное. Обязательно сотрудничество, как минимум, с коммунальными службами, потому что, начиная, будучи у зачатия этого движения, мы помогали им техникой, мы помогали людским ресурсам, поддерживая их инициативой и направляя в нужное русло. Кроме этого, вторая составляющая, кроме коммунальных служб, это прежде всего спонсорские направления таких предприятий, мощных предприятий, которые готовы приобрести. Люди сами идут на прием к директорам где-то, да, и просят помочь спонсорам купить какую-то скамейку, купить какие-то качели. Третье – это обязательно участие наших депутатов, ведь все это происходит под их кураторством, они стоят во главе. Комитет державного контроля Гомельской области проводит промой телефонную линию. Завтра можно будет задать пытанье на конт-якости предоставляемых насельництву жилево-коммунальных послуг. Звертаться треба с 14 до 15 годин. Нумер телефона у Гомеля – 8 0 232 23 83 78. Пытанье жилево-коммунальные господарки, наличение пенсии, ремонту дорог, медицинское обслугование. У Гомельскими харваканками организовали черговую громадскую приемную. На этот раз у проблемах жихару региона разбиралась головный урадж городской центральной поликлиники Катярына Цитко. Коли не улишивать пытань неприватных характеру, то одно з наибольшь важных для насельництва – вакцинация супрать коронавірусу. Зараз прищепки отримливает медперсонал, затем черга работников аддукации, потом тех, кто працует в установах с круглосуточным находжением пациентов в приватности в домах-интернатах. У красавику прищепку от ковиду сможет отримати насельництва Гомельскай в области во взросле от 18 до 65 годов. Вакцина бесплатная, я ее робець у два этапа, з інтервалом у 21 день. Запис на вакцинацию открытый. Этот механизм организован. Пожалуйста, обращайтесь в территориальную поликлинику или поликлинику по месту жительства, отделение профилактики, заведующим отделением профилактики, которое формирует рекистр или список ожидания для вакцинации. Когда вакцина поступит в полном объеме для населения, сразу же с вами свяжутся и организуют вакцинацию. Сразу же хочу анонсировать то, что на дому вакцинация это не может проводиться, потому что для вакцины требуются определенные условия и ее нахождение, и ее этап разморозки и введения. И плюс еще наблюдение динамическое за человеком после проведенной вакцинации. Шесть компьютерных томографов все лето усталюют в больницах Гомельской области. Об этом поведомил начальник Головного управления Ховы здоровья Аблвы Конкама Миколай Кудзинчук. Новое обсталевание з'явится у Гомельской областной клиничной больницы, городских клиничных больницах номер один и номер три, Мазырской городской больницы, Калинковицкой и Чачерской ЦРБ. Томографы закупленные по линию Министерства Ховы здоровья за кошт пазыки Международного банка реконструкции и развития. Так самая дзи размова об усталевании рентгеновских компьютерных томографов у Житковицкой, Рогачевской и Петриковской центральных районных больницах. А крымя поширения диагностичного арсеналу протягнется у досконаленной неиснуючей базы стационаров. Сярод ближайших перспективу, завершение реконструкции помешканья у лечебном корпусе областного клиничного шпиталю инвалидов Великой Айчинной войны под операционный блок. Там так само будет усталеванный новый ангиографический комплекс. Саправдный тест-драйв для молодых специалистов у першыню институт повышения квалификации и преподрыхтовки Следующего комитета Республики Беларусь провел навучание для следших, якие недавно скончили в НУ и пришли на свое первое працевное место. Учеба проходила во управлении Следующего комитета по Гомельской области. Чому учили, доведались наши корреспонденты. Алексей два месяца и працует следшим. Кажа, аж вот шыгарать. Об этой профессии молодый специалист Мара Уздятинства. И хотя диплом юриста уже отриманный процесс эдукации, спынять не эльга. Тут за все дает, чему получится, признается Алексей. Учеба в основном сконцентрирована на составлении и производстве осмотров места происшествия, потому что это является одним из основных факторов и, так сказать, первым кирпичиком в построении уголовного дела. Преподаватели очень квалифицированные, постоянно объясняют нам наши недочеты, указывают на них. И, знаете, даже вот в практической деятельности, с которой я столкнулся, когда пришел на работу, не всегда можно увидеть то, на что указывают вот эти преподаватели из центрального аппарата. Учеба проходит на протягу сего ты дня. Засвоение теории проверяется на практице. С кожным с 25-ти удельников научального курса специалисты працуют индивидуально. Гомель – первый областный центр, где проходит такое научание следших. И оно организовано по просьбе областного управления Следшего комитета. Профессорно-преподавательский состав института разработал обучающий курс по теме организационно-тактические особенности отдельных видов осмотра. Осмотр – это основополагающее действие, которое проводится по любому уголовному делу. Оно закладывает перспективу всего расследования. То есть сложностей много, нюансов много, и вот поэтому эта тема очень актуальна для молодых следователей. Особенно для молодых следователей. С этого нужно начинать. И в течение всей этой недели молодые следователи принимали активное участие в этом обучающем курсе, практических занятиях, круглых столах. И в итоге это им позволило повысить свои профессиональные навыки и сформировать соответствующие компетенции по осмотру. И все это делается для того, чтобы следователи могли худше раскрывать злочинства, а люди отчували себя больше обороненными. Марина Северьянова, Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Это и атак самая иншая новинная информация об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сегодня ночью в Добруша горели три грузовых автомобиля. Пожар произошел на улице Полевой. В 01.45 спасателям поступило сообщение о возгорании машин Мазку Пава. Огонь уничтожил автомобили полностью. Пострадавших нет. Причина – пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы два пожара, на которых уничтожены три единицы техники. Повреждено одно строение. На оказание технической помощи спасатели выезжали 20 раз. В 16.14 поступило сообщение о пожаре кирпичного четырехквартирного жилого дома в Речице на улице Золинейной. В результате возгорания повреждены кровля и потолочное перекрытие в двух квартирах. Но пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Стихия застала врасплох некоторых автомобилистов. На грунтовой дороге в Ветковском районе застряли две машины – «Форт Мондео» и «Мерседес Спринтер». Спасатели выезжали на оказание помощи. Автомобили завязли в грязи. В машинах находились 11 человек, из них – один ребенок. Работникам МЧС при помощи автоцистерны и буксировочного троса транспортное средство были извлечены. Пострадавших нет. Два человека травмированы в Мозорском районе в результате ДТП. 50-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь со стороны автодороги Р-31 в направлении деревни Стрельск, неправильно выбрал скорость движения на заснеженной проезжей части. В итоге мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения «Кювет», где его автомобиль опрокинулся. Два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана помощь персоналам Мозорской городской больницы. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Пандемия продолжает корректировать международный соревновательный календарь. И может статься так, что чемпионат страны будет единственной возможностью для спортсменов в зимний период проведить свои силы в боевых условиях. Тренеры не только оценивают форму лидеров, но и присматриваются к ближайшему резерву. Кстати, проводят чемпионаты первенства в одно время и в одном месте неспроста. Перед глазами юношей и девушек пример сильнейших атлетов страны. Тренироваться ради тренировок получается, ну, как бы смысла особо нет. Поэтому, естественно, нужно, ну, как в любой деятельности видеть итог этой деятельности. Поэтому, естественно, таким итогом является спортивный результат, который показывается на соревнованиях. Поэтому важно, естественно, чтобы была, ну, какая-то конкуренция достойная для того, чтобы стремиться и показать высокий результат. Взрослых, конечно, жалко, что не выступает Виталий Жук. Ну, он ждет, он должен поехать на международное соревнование. Вот, он приглашен. Ну, как в связи с коронавирусом уже там, эта обстановка по выезду будет. Вот. Естественно, у молодых есть тоже международное соревнование, и они должны готовиться, и готовиться к ним, к летним. Естественно, как этап и контроля спортивной формы являются вот эти вот старты внутренние, и, ну, соответственно, выводы будем делать и помогать тем, которые на хорошем уровне. Вслед за чемпионатом и первенствами по многоборьям Гомель примет и кубок. Странные соревнования пройдут 29 января во дворце легкой атлетики. Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к отборочному матчу Чемпионата Европы 2022 года против команды Венгрии. Игра пройдет в Будапеште 3 февраля. На сбор вызвано 16 игроков. По три человека делегировали в сборную Гомельские ВРЗ и БЧ. В Минск отправились железнодорожники Максим Евдокимов, Павел Книга и Сергей Селивончик. В РЗ представят Антон Матвиенко, Владислав Селюк и Сергей Давидович. Для последнего это первый вызов в ряды сборной страны. 28 января в Хоккейной экстралиге очередной игровой день. После визитов к лидерам Гомель и Металлург смогут перевести дух в матчах с аутсайдерами. Столивары 18.45 на домашнем льду начнут поединок против Оршанского локомотива. Гомель принимает у себя Могилев. Начало матча в 19.00. Высшие лиги хоккейного чемпионата очередной тур позади. Гомель-2 вновь проиграл на домашнем льду. Рысье дважды уступили лидеру Минским Зубрам 3.8 и 3.9. Гомельчане по-прежнему замыкают таблицу чемпионата. Металлург-2 показал стопроцентный результат в матчах с дублем Лиды. Победы со счетом 7-3 и 5. Столивары на четвертом месте в турнирной таблице. Почти полсотни юных спортсменов приняли участие в традиционном теннисном турнире памяти Альберта Шагиняна. Состязания проходили в Гомере. Кроме гомельчан за награды боролись теннисисты из Барановичей, Бреста, Гродно, Кобрина, Минска и Могилева. Призовые места хозяева завоевали только в соревнованиях юноши. В одиночном разряде бронзу у Эдварда Хайкова. В паре он вместе с Матвеем Жареным занял второе место. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.